Президент Алан Гаглоев вручил государственные награды представителям масс-медиа республики в преддверии Дня национальных средств массовой информации. Глава республики отметил роль журналистов в деле государственного строительства и формирования общественного мнения. Становление журналистики в Южной Осетии проходило в сложнейших условиях, особенно в период, когда нашему народу приходилось отстаивать свободу и независимость молодого государства. На журналистов была возложена тяжёлая задача – прорывать информационную блокаду, в которой находилась республика, доводить объективную информацию о происходящих в Южной Осетии событиях до мирового сообщества. Ежедневно общество ждёт своевременной и объективной информации, и каждое средство массовой информации должно отвечать этим требованиям, считает глава государства. Руководство республики будет оказывать необходимую поддержку республиканским масс-медиа. В канун профессионального праздника президент присвоил почётное звание заслуженный журналист Республики Южная Осетия сотрудникам изданий «Республика и Южная Осетия» Рене Козаевой и Алле Гергауловой. За заслуги в области журналистики Алан Гаглоев вручил также медали во знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии специалистам, которые долгие годы посвятили работе в национальных средствах массовой информации. Государственными наградами президент республики отметил также труд сотрудников Комитета информации и печати, а также специалистов разных отделов, которые много лет работают в сфере средств массовой информации. Бухгалтеру газеты «Республика» Залине Джагаевой присвоено почётное звание «Заслуженный экономист». Генеральный директор производственного полиграфического объединения Мадина Икаева удостоилась звания «Заслуженный работник культуры». Глава государства вручил также почётные грамоты президента. В числе награждённых и нашей коллеги – режиссёр монтажа Ирина Гогинова и ведущая информационной программы «Абон» Алина Кисеева. Роза Тедеева, Сармат Гузитаев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск «Сегодня».